МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа Петербург-город решения. Отопительный сезон в этом году стартовал рекордно рано. 20 сентября, всего через неделю после начала протапливания. Бабьего лета, увы, не было. И уже во второй половине сентября среднесуточная температура не поднималась выше 8 градусов. Первыми тепло получили школы, больницы, детские сады. А теперь топят и в квартирах. Из-за перепадов температуры некоторые жители жалуются. У одних слишком жарко, у других холодно. Можно ли отрегулировать подачу тепла? Куда звонить из-за проблем с отоплением? Сколько километров труб предстоит заменить до конца года? Эти и другие вопросы обсудим с нашими гостями. Меня зовут Лидия Вельба. Здравствуйте. И сегодня в студии с нами председатель жилищного комитета Виктор Борщев. Виктор Алексеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Главный инженер ГУПТЭК Игорь Стринатко. Игорь Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. И на постоянной связи со студией заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту компании «Теплосеть» Санкт-Петербурга Дмитрий Дегтярев. Дмитрий Николаевич, приветствую вас. Уважаемые телезрители, ваши вопросы ждем в официальной группе телеканала «Санкт-Петербург ВКонтакте». Все координаты на ваших экранах. Итак, Виктор Алексеевич, сезон отопительный стартовал. Насколько удачно и слаженно? Сколько домов подключили? Вообще по городу у нас сколько домов требует подключения к теплу? И готов ли в целом? Как вы оцениваете готовность жилищного комплекса? На сегодняшний день у нас порядка 24 тысячи домов, которые подлежат подключению к теплу. Все своевременно были подключены. У нас порядок таков, что к первому сентября мы должны техническую готовность подтвердить и выполнить ее. Мы проверили. И к 15 сентября получать все должны паспорта технической готовности. Все паспорта были 100% получены и весь жилищный фонд Санкт-Петербурга своевременно был подготовлен к зиме. А если жители жалуются, что холодно, вот вроде стартовал отопительный сезон, а в квартирах холодно, что делать в такой ситуации? Да, к сожалению, бывают и такие проблемы. Есть технологические отключения на наружных сетях и есть технологические отключения во время подключения. Это внутридомовые инженерные системы. Мы занимаемся как раз внутридомовыми инженерными системами и на сегодняшний день, если у кого-то есть какие-то жалобы, то в первую очередь надо обращаться в управляющую компанию. В каждом подъезде есть информационный щит и там есть телефон управляющей компании, куда можно позвонить и в кратчайший срок будут приняты меры и решен вопрос о том, подключено или не подключено, или греют или не греют батареи. Но если это не произошло, то тогда есть горячая линия жилищного комитета. А давайте тогда озвучим. 409-73-78 по этому телефону можно обратиться и я поставил задачу, что в течение 8-16 часов должны провести все мероприятия для того, чтобы была снята проблема по если не греет батарея или наоборот она очень... Давайте тогда еще раз акцентируем. Вот телефон покажите, пожалуйста, еще горячая линия на экране. Это в том случае, если от управляющей компании не получить ответа по какой-то причине или проблема не устраняется. Вот телефон горячей линии, там сориентируют, по крайней мере, что делать дальше и примут на заметку. Правильно я говорю? Игорь Михайлович, расскажите, энергетики какую работу провели для подготовки к сезону, который для вас тоже начался раньше? Ну, в рамках подготовки к отопительному сезону колоссальный объем работ был выполнен энергетиками. У нас в ГУПТЭКе большое хозяйство, это 276 котельных, 215 центральных тепловых пунктов, около 4700 километров сетей, которые находятся в эксплуатации. Своевременно были проведены все регламентные работы, планово-предупредительные ремонты на котельных и на центральных тепловых пунктов проведены в полном объеме, были проведены температурные испытания весной, еще при окончании отопительного сезона. Их было 53 температурных испытания, когда мы трубопроводы испытываем на температурной деформации, запускаем теплоноситель максимальной температуры. Были по результатам этих испытаний выявлены повреждения, они были все устранены. Затем уже наступило лето, и мы начали испытывать, проводить гидравлические испытания тепловых сетей. Их было проведено 261 испытания. Было выявлено 262 дефекта, которые были устранены, также и все регламентные работы на тепловых сетях также были выполнены и закончены в срок. А 262 в масштабах города это много или мало? Потому что 4000 километров, ну представить даже тяжело, это просто... Ну, естественно, мы не все повреждения выявляем именно в результате гидравлических испытаний. У нас есть обходы, у нас есть внутритрубная диагностика, у нас есть акустические датчики, установленные непосредственно на трубопроводах, которые определяют повреждения. И мы на основании всех этих данных выявляем повреждения и также их устраняем. 262 это не полный объем. Конечно, мы устраняем гораздо больше повреждений на тепловых сетях, особенно это в межотопительный период. Стараемся снизить количество нарушений, которое бы могло произойти в отопительном сезоне. Дмитрий Николаевич, вам бы тоже хотелось задать вопрос. Вот теплосеть как подготовилась к отопительному сезону и какой объем работ проделали вы? Ну, в рамках подготовки к отопительному сезону сети были полностью проведены работы. Сетей в теплоиси Санкт-Петербурга более 2700 километров. Все они прошли необходимые мероприятия, выполненные работы на 87 центральных тепловых пунктах, на 5 насосно-перекачивающих станциях. Были проведены температурные испытания, также были проведены гидролюческие испытания. В ходе испытаний были выявлены повреждения, в результате которых были также устранены. Теплосеть полностью подготовилась к отопительному сезону. То есть все необходимые мероприятия были выполнены. А сколько километров сетей приходится менять, ну, примерно вот ежегодно, чтобы представлять еще объем работы? Ну, ежегодно у нас, мы меняем порядка 25 километров сетей. Значит, в этом году мы уже поменяли ненадежных трубопроводов более 18 километров сетей, вот, в рамках подготовки к отопительному сезону. Ага, спасибо. Ну, вот у меня еще есть вопрос от телезрителя. Я не знаю, на самом деле, я его зачитаю, и кому адресовать, вы, наверное, сможете ответить. Чтобы вода не пахла и не была странного цвета, мы установили в квартире фильтры. В итоге их приходится менять не раз в несколько месяцев, а едва ли не каждую неделю, потому что буквально через неделю после очередной замены цвет воды, особенно горячий, выглядит странно. Ведь не у каждого из наших соседей установлены фильтры. Как быть в такой ситуации? Адрес 2-й Муринский проспект, дом 39. Это зона теплоснабжения ГУПТЭК. В случае, если вода поступает ненадлежащего качества, надо обращаться к нам в ГУПТЭК. У нас на сайте есть все обращения и клиентского центра, и дежурной службы нашей. Мы незамедлительно проверяем эти адреса, ну, на сетях, естественно, своих. При необходимости выполняем промывки трубопроводов, берем отбор проб, сдаем их на анализы. И у нас есть показатели по горячей воде. Это и светность, и мутность, и запах, и содержание железа, содержание кислорода. Все эти показатели проверяются. Если они от нормы отходят, то, конечно, мы принимаем меры, делаем промывки дополнительные. И, в общем, ни одно обращение мы не оставляем без внимания. А бывает такое, что виноват, например, не ГУПТЭК или не теплосеть, если дом относится к теплосети, а в чем-то другом причина? Ну, я говорю о тех причинах, которые могут возникнуть в ГУПТЭКе. Конечно, вот пусковой период, когда идет, когда идут гидравлические испытания, порождение, заполнение сетей, конечно, мы там меняем потоки теплоносителя в трубопроводах. Это может вызвать такую вот отрицательную реакцию, и качество воды может испортиться на какой-то период. А потом все восстанавливается. А потом все восстанавливается. Но вообще это совместная такая проблема. Здесь должны, конечно, участвовать и сетевые организации, как ГУПТЭК и теплосеть, ну и также жилищные компании, которые эксплуатируют внутри домовые сети. Виктор Алексеевич, скажите, с каждым годом, я так понимаю, объем работы растет, потому что жилье у нас активно строится, соответственно, и потребителей появляется больше, и фонд увеличивается. Надо ли постоянно наращивать штат в этом случае? Абсолютно правильный вопрос. Вот, к примеру, да, на сегодняшний день в рамках текущего ремонта у нас произведено более тысячи квадратных метров кровель, да, там... Тысяча квадратных метров кровель, да, получается? Кровель, да. Это только в рамках текущего ремонта. В рамках капитального ремонта это пять тысяч, более полумиллиона квадратных метров кровли отремонтировано, наверное, всего лишь вот за... Даже масштабно не предстоит. Да, за такой период. Значит, тысячи... Восемь тысяч приборов заменено, да, значит, тысячу шестьсот погонных метров герметизации стыков и так далее, и так далее. Огромная работа проводится. И, конечно, сегодня, понимая, что жилищный фонд, он находится вот в таком удрученном состоянии, да, и нужно прилагать огромные усилия, конечно, мы увеличиваем и штаты, и силы, и денежные средства, которые привлекаются для поддержания его в соответствующем состоянии. Сегодня новый паровой котел запустили во второй правобережной котельной ГУПТЭКов взамен отслужившего свой срок еще советского оборудования. Предприятие обеспечивает теплом и горячей водой половину Невского района, это около 250 тысяч человек, правильно я говорю, ведь? Котел изготовлен из листовой стали, имеет более высокий КПД и уровень автоматизации, его проще использовать и проще ремонтировать. Производительность 20 тонн пара в час, правильно? Это один из примеров, как модернизируют котельные в Петербурге, как переходят на новые стандарты, я процитирую в этой связи губернатора Александра Беглова. В Петербурге уделяется большое внимание модернизации котельных, повышению надежности и эффективности систем теплоснабжения районов. В таких проектах очень важно учитывать не только существующую застройку, но и перспективы появления новых жилых кварталов, социальных объектов и промышленных предприятий. Конец цитаты. Модернизация касается всех районов, включая спальные, а также курортные и кронштадтские, где строится много нового жилья. Для Кронштадта это особенно актуально, поскольку остров Фартов уже становится центром притяжения туристов, и город развивается стремительными темпами. Катерина Семина, моя коллега, в этом убедилась, я предлагаю посмотреть ее сюжет. Котельная работает, поэтому здесь достаточно шумно, но именно отсюда можно увидеть, какие работы проводят. Вот эта поверхность нагрева, именно ее сейчас устанавливают, она видит труб, и это сейчас пока не закрыто, все хорошо видно, именно по ним проходит вода, которую нагревают. Котел практически готов, осталось его закрыть теплоизоляцией и провести гидравлические испытания. Испытания пройдут в конце октября. Работы включают в себя проверку всех стыков, нужно убедиться, что отсутствует течь. Новый котел называют пиковый, или, проще говоря, резервный. Его используют только при аномально низких температурах, когда теплообменная станция Приморского района не справляется с нагрузкой. Но за прошлую зиму пиковый котел не использовали ни разу. Модернизация включает в себя не только работы в котельной, но и обновление системы управления. В рамках проекта на данный момент сейчас идет модернизация автоматической системы управления котлом. Если конкретно, то это идет замена и модернизация рабочего места оператора котельной. Также идет замена управляющих контроллеров котлом. То есть старое меняется на новое. Это, конечно, повлияет положительную сторону на работу котла, на его эффективность, экономичность. До начала отопительного сезона работы по модернизации проводили и в котельной Кронштадта. Установили новый деоратор российского производства. Ремонт длился два месяца. Собирали оборудование здесь, на месте. Новый бак длиною около 12 метров, весом 14 тонн и вместимость 75 кубометров. По сравнению со старым оборудованием, этот деоратор сделан из нержавеющей стали и с антикоррозийным покрытием. А значит, прослужит дольше около 15 лет. Предназначен этот деоратор для термической обработки воды с последующим удалением агрессивных газов, которые вредны для наших киповых сетей. Это кислород и углекислый газ. В самом баке в деораторе происходит активное кипение воды. За счет пузырьков пара выделяются пузырьки воздуха и углекислого газа. Это все удаляется в атмосферу. Газы вредят прежде всего трубопроводу, образуя коррозию. Работа деоратора напрямую влияет на долголетие всего оборудования. В баке вода нагревается до 102 градусов. Это и позволяет избавить ее от всего лишнего. По словам сотрудников котельной, жители Кронштадта заметят изменения. В воде будет значительно меньше железа. За счет того, что тепловые сети не будут подвержены коррозии. Катерина Семина, Андрей Спиридонов, Дмитрий Павлов. Петербург. Город решений. Если я правильно поняла, еще от того, какая котельная зависит качество воды. То есть идет модернизация котельных, соответственно, повышается качество воды в городе. Модернизация котельных и даже модернизация тепловых сетей, это положительно влияет на качество теплоносительного, то есть воды. А сколько вообще у нас котельных в городе? Вот вы сказали, что у вас сведения 250. 276. 276. А вообще по городу сколько примерно? Ну, это вот коллеги, да. Ну, есть еще теплоэлектроцентрали ТЭЦ, которые находятся в эксплуатации ТГК-1. Дмитрий Николаевич как раз от них получает тепло и транспортирует его к потребителям. Ну, если я не ошибаюсь, их порядка 10. Вот. Ну, и есть еще у нас компания Петербург Теплоэнерго, которая также имеет в эксплуатации котельные. Есть компания Теплоэнерго, которая имеет также котельные в своей эксплуатации. Ну, в общем, достаточно. Дмитрий Николаевич, у меня возник вопрос к вам. А вот при транспортировке от ТЭЦ энергии в жилые дома, там нужна какая-то особая тоже подготовка? Вот как в этом смысле вы готовитесь к сезону котопительному? Также нужна подготовка, скажем так, осуществляется промывка сетей перед запуском и после остановок планового остановок станции. Прогрев, промывка, взятие анализа в контрольных точках нашей лаборатории. Поэтому также мы готовимся к подаче качественного теплоносителя, горячего водоснабжения потребителей. Лидия, я хотел бы заметить, что управляющая компания и жилищный комитет не стоят в стороне от такой конструктивного подхода. Мы сегодня внедряем систему погодного регулирования в каждый дом. Вот это немаловажно, независимо от того, что в центральных котельных существует такая система. Но мы внедряем в каждый дом. Это нам позволяет регулировать уже по желанию каждого жителя определенного дома температуру в своем доме и потребление. И если она работает нормально, то от 15 до 30 процентов происходит экономия топливно-энергетических ресурсов. Очень интересно. Расскажите, пожалуйста, погодное регулирование, вообще как это работает? И когда, сколько домов подключено, если можно так сказать, к этому погодному регулированию? И когда все дома могут вот таким образом регулировать температуру? Потому что, как я озвучила, в самом начале есть люди, которые жалуются, что у них слишком жарко, другие жалуются, что у них наоборот холодно. Получается, это можно отрегулировать? Да, конечно. Вот эта система погодного регулирования, она вообще позволяет в электронном виде, вне доступа котельной, с гаджета управлять температурой теплоносителя, который поступает непосредственно уже на батареи определенной квартиры. И здесь мы по согласованию с жителями практически при проведении капитального ремонта в домах инженерных систем отопления, мы предлагаем, и жители все соглашаются, что такая система нужна, и мы включаем ее в план капитального ремонта. Таких уже порядка 360 домов произведено, и теперь мы переходим в разы увеличить количество. Это от 100 до 200 домов ежегодно мы будем вот такую систему уделять. Ну, то есть получается дешевле такую систему иметь, нежели платить за тепло, особенно тем, у кого от метража же еще зависит. Конечно, конечно. И от многих других условий. То есть получается сейчас порядка 300 домов, правильно? А сколько вообще нужно лет, чтобы весь жилищный фонд перевести на такую систему? Ведь это на самом деле умное потребление получается. Да. Но у нас программа капитального ремонта рассчитана до 1938 года, да, и вот если не улучшать или не ускорять эту систему, то это вот к 1938 году. А мы, конечно, стараемся побыстрее это сделать, потому что для горожан это, я считаю, это очень важно. А получается, вот если жители, например, какого-то дома хотят, чтобы у них установили такую систему, они могут обратиться, могут куда-то? Конечно. Можно сказать, как это все организовывалось? Конечно. Можно мы сейчас с правительством Санкт-Петербурга разрабатываем законопроект, чтобы это было отдельным видом услуг в рамках капитального ремонта. То есть, если система теплоснабжения полностью отремонтирована какое-то время была, но, к сожалению, не было вот этого погодного регулирования, то они могут провести собрание, обратиться и предложить за деньги фонда капитального ремонта установить вот такую систему. И мы ее рассмотрим, это предложение, и будем заниматься таким вопросом. Спасибо большое за подробный ответ. От чего зависит сумма в квитанции, это вопрос, который волнует почти каждого петербуржца. Понятно, что ключевое в ценообразовании, это, конечно, метраж квартиры, но есть еще особенности для каждого района. Например, жителей Центрального волнует то, о чем не придет в голову волноваться, например, жителям новостроек. Что такое сцепка? Хорошо знают в исторической части города. Александр Лисицын объяснит. До появления системы Центрального отопления в Петербурге, это случилось только во второй половине 19 века, горожане сами решали, когда у них начинается отопительный сезон. Стало зябко в доме или в квартире, значит, пора топить печку. Температурный режим, соответственно, тоже регулировался вручную. Никакой автоматики, погодных датчиков, ну или звонков в коммунальную службу. Кричат тебе из соседней комнаты, подкинь дровишек, ты и подкидываешь. Алексей Зиновьев купил эту дореволюционную печь в прошлом году и ни разу не пожалел. Конечно, в квартире есть современные батареи, но погода в Петербурге переменчивая. Порой даже коммунальщики за ней не поспевают. Вот и спасаются по старинке. А вот в такие холодные дни и вечера печка прям реально выручает? Да, мы это прошлой зимой опробовали, замечательно спасало нас. Ночью затапливаешь, вот за ночь все прогревается. Пожалуй, главная проблема современной системы отопления в Петербурге, особенно в историческом центре, это сцепки. Горячая вода с общей магистрали поступает в ИТП, индивидуальный тепловой пункт. Как правило, он находится в подвале многоквартирного дома. В идеале один ИТП на одну многоэтажку. В реальности к одному тепловому пункту подключены сразу несколько домов. Это и называется сцепка. При такой системе корректно рассчитать, кто сколько получил тепла, невозможно. Все платят по общему счетчику. Чем больше метраж квартиры, тем больше сумма квитанции. Потери на трубах, которые тянутся от дома к дому, не учитываются даже в рамках одного дома. Горячая вода распределяется неравномерно. В одной квартире может быть жарко, в другой комфортно, а в третьей холодно. Вот эти сцепки. Вот скажите, мне всегда интересовал такой вопрос, вот журналист, которому предстоит разобраться в какой-то сложной теме. Вот вам, наверное, абсолютно понятно, о чем идет речь, да? Ему пришлось углубленно так разобраться. Он вообще правильно все объяснил, действительно ли таким образом несколько домов подключаются к определенному источнику тепла, допустим. И вот эти сцепки, они так и будут существовать? Или они все-таки каким-то образом тоже модернизируются, меняются там в ногу со временем? Вопрос ко мне, к ГУПТЭКу, да? Вопрос ко всем, наверное, вопрос. Здесь он лежит в разрезе взаимодействия. Вот это вот самое главное, да? Потому что нам отдельно эту проблему не решить. Нужно собираться вместе и по каждому или там нескольким домам, которые находятся на сцепке, нам нужно садиться и решать эту проблему. Потому что решив проблему просто наружных инженерных сетей, не решив проблему индивидуального теплового пункта, не получится, да? То есть мы должны запрограммировать, запланировать проведение работ на наружных инженерных сетях и тут же предусмотреть реконструкцию или капитальный ремонт индивидуального теплового пункта, который начнет отдельно этот дом. Там должен появиться новый индивидуальный тепловой пункт и дальше, и дальше. Мы этой работой занимаемся сейчас, да? Но, к сожалению, не так это быстро делается, потому что это центр города. Это ограниченное пространство, в котором нужно переложить сети и так далее, и так далее. Я помню, что в одном из эфиров, когда мы с вами встречались, вы говорили, что центр это вообще отдельная такая епархия, где сложнее работать в целом. Да, я абсолютно согласен с Виктором Алексеевичем. Это такая общая проблема, на самом деле. И все это строительство, оно было построено очень давно. Я скажу, что наши предшественники, они тоже были грамотными теплоэнергетиками. Вот насыщенность коммуникациями в центре города, отсутствие технологических коридоров, оно исподвигало их принимать такие технические решения. То есть на одном доме ставить там головной тепловой пункт какой-то, от него уже подключать следующие дома, сделать такую СЭП. А вот при этой СЭПе действительно происходят излишние теплопотери? Ну, теплопотери, они происходят, конечно, но излишними, не излишними. Они все нормированы, эти теплопотери. Их надо правильно распределить и кому-то предъявить эти теплопотери. Или эксплуатирующие организации, кто эксплуатирует данный трубопровод. Вторичный или первичный контур. Это все тоже делается и рассчитывается. Проблем много в решении этого вопроса. Это такой сложный вопрос. Во-первых, в старом жилом фонде не всегда найдешь место для индивидуально-теплового пункта. Там технические подполья, подвалов как таковых нет. И вот эти вопросы и приходится решать совместно с жилищным комитетом. Чем мы и занимаемся на сегодняшний день. Лидия, я здесь сразу хочу сказать, что позиция жилищного комитета – жители не должны страдать. Вот это самое главное. Потому что если два дома на сцепке, ну, где-то вот еще терпимо. Но если больше, то как раз возникают такие законные требования жителей о том, что они недополучают тепло физически, а платить их заставляют теоретически за то тепло, которое вот там на входе пришло и распределяется по всем домам. Вот это, конечно, проблема очень такая серьезная. Мы занимаемся совместно и продолжим эту работу. Ну, надо вот какой-то такой жесткий план по конкретным адресам разрабатывать и притворять его в жизнь. Дмитрий Николаевич, от у меня к теплосети вопрос. А вам с подобными приходится сталкиваться проблемами? И часто ли вообще обращаются жители? Или сцепка – это вот тоже не совсем я правильно к вам? Нет, у нас также есть эта проблема, которую мы решаем. Значит, у нас есть сейчас нам комитетом по энергетике порученная эксплуатация сетей, которая у нас проходит между домами. Мы выполняем ремонт и эксплуатацию данных сетей. Вот, поэтому данная проблема не обошла нас стороной. Вот, данные сети очень изношены и имеют очень большую повреждаемость. Так что мы тоже в этой проблеме. Скажите, а вот по замене труб из четырех тысяч, например, которые находятся в ведении ГУПТЭКа, сколько нужно заменить в целом вообще? Желательно. Ну, хотелось бы. Понятно, что это вопрос не одного и двух лет, и трех даже. Но вот сколько вообще теоретически надо менять? И как происходит? Вот насколько я понимаю, ведь меняешь часть, другая изнашивается. Это какой-то вот такой бесконечный процесс. Абсолютно правильно вы говорите. Этот процесс бесконечный. И им надо заниматься этим процессом, заниматься обновлением теплосетевого хозяйства в городе. В городе 4700 километров сетей, в ГУПТЭКе, в зоне эксплуатации ГУПТЭКа. 22% это сети, которые выработали свой эксплуатационный ресурс, то есть эксплуатироваться более 25 лет. Но это не значит, что их нельзя эксплуатировать. Мы проводим там мероприятия, экспертизу промышленной безопасности, делаем, оформляем допуск. Организация лицензированная, она нам продлевает срок эксплуатации там на один, на два, где на три года, в зависимости от тех мероприятий, которые на них надо провести. Но если взять, ну, одна пятая часть, так грубо, от 4700, порядка тысячи километров сетей нуждаются в замене. В этом году у нас план 157 километров, 157 километров, 200 метров, если быть точным. Ну, вот по таким анализу, который мы проводим, мы, в принципе, можем 200-220 километров в год поменять, чтобы не организовать в городе никакие коллапсы, потому что это связано с земляными работами. Ну да, это еще требует ограничения движения. Конечно, транспортную схему нужно поддерживать в городе, тем более в таком городе, как Санкт-Петербург. Поэтому вот, скажем, если ежегодно менять такое количество, то мы, конечно, продвинемся и довольно качественно обеспечим снижение повреждаемости на тепловых сетях. Есть дома, которые вообще не вызывают нареканий, там к зиме готовятся заранее. В один из таких домов отправилась моя коллега Елена Аспаева. Я предлагаю посмотреть, а потом как раз обсудить, как это все происходит. Что же такое нормализация температурно-влажностного режима? Мы проводим работы по утеплению трубопроводов протяженностью где-то здесь 700 погонных метров. И как раз-таки тепло не уходит, чердачное помещение не нагревается. И как раз-таки за счет этого мы и минимизируем образование слежно-ледяных масс. Также вот утепление у нас здесь, керамзит, где-то толщиной 15 сантиметров. И также устройство дополнительных слуховых окон. Также, чтобы был воздухообмен в помещении. Мы перестали затрачивать средства на кровищиков, которые будут зимой очистить снег. Также вот безопасные жители. Этот дом по Вознесенскому проспекту построен в 1798 году. Конечно, он отвечал требованиям 18 века, но никак не 21. Поэтому в буквальном смысле эти слуховые окна приходилось прорубать. И нам сейчас придется спуститься с чердака в подвал, чтобы посмотреть, как реконструировали и тепловой пункт, который входит как раз в этот комплекс организации температурно-влажностного режима. Для того, чтобы в зимний период система работала исправно и бесперебойная была подача тепла в дом, мы должны испытать систему, не будет ли каких-то сбоев, аварий. Выполнена поверка манометров, установлено, что все оборудование находится в удовлетворительном состоянии, в работоспособном состоянии. Проведены работы полностью по дому, ремонт фасада, заменили двери в подвальные помещения на противопожарные, также, чтобы была нормализация температурно-влажностного режима. Об эффективности таких мер можно судить по другим домам, где система холодной. Чердак работает два отопительных сезона. И если в тепловой пункты на чердак имеют доступ ограниченное количество людей, то работы по фасаду может оценить любой горожанин. Елена Аспаева, Алексей Золотенков и Артем Смоляр. Петербург. Город решений. Вот, Виктор Алексеевич, у меня сразу к вам вопрос. Как продвигается реализация программы «Холодный чердак»? И давайте напомним вообще, для чего эта программа запускалась. Что вот означает «Холодный чердак»? Ну, во-первых, вот корреспондент правильно заметила, что для подготовки к зиме дома нужен комплекс мероприятий. В том числе, да, начиная от чердака и заканчивая подвалом. И губернатор Беглов Александрович поставил нам задачу за два с небольшим года решить проблему «Холодный чердак», программу выполнить, да. Это более 7 тысяч домов мы привели по этой программе в порядок. И основной принцип, в чем заключается, что температура на чердаке не должна превышать больше 5 градусов, чем наружная. Тем самым не образуется таяние снега, соответственно, налить и так далее. А это чем достигается? Это достигается теплоизоляции, перекрытия, вот как вы видели, это керамзит, да, там, это утепление самих инженерных систем, которые в свою очередь дают экономию по теплопотреблению. Это утепление всех дверей, чтобы не поступало снаружи тепло. Это выводы вне зоны чердака канализационных вытяжек и так далее, и так далее. И тем самым мы добились, что сегодня мы снизили в три раза образование наледей на домах, особенно старого фонда, которые угрожали нашим горожанам при нахождении на улице. Ну, то есть, по сути, программа «Холодный чердак», она, в принципе, может избавить город от сосулек и вот от этой угрозы, которую мы подвергаемся, да, особенно жители, вот тех крыш, на которых образуются сосульки. Абсолютно верно, но не в полной мере, да. Есть дома, на которых невозможно, нет, ее просто невозможно сделать, да. Там нужны другие, вот опять Александр Мич нам поставил задачу, там нужно подогрев карнизных свесов сделать, электрический подогрев, и убирать сосульки, значит, вот наледи путем уже подогрева карнизных свесов. И так далее, и так далее. Там целый комплекс мероприятий. Мы не останавливаемся на программе «Холодный чердак», мы идем дальше. Мало того, это мы завершили ее на наших домах, которые нашим управляющим компаниям находятся, а еще очень много домов, которые не управляются не государственными, а частными управляющими компаниями. А вот за ними следит кто-то, как их контролирует? Конечно. Администрации районов, они имеют перечень адресов, которые нужно выполнить. Там тоже есть плановые цифры, и мы следим за этим, чтобы тоже до конца выполнить эту задачу. Мне режиссеры подсказывают, что у нас еще есть один вопрос от телезрителя. Адрес улица Турку, дом 5, дробь 13. Говорят, что там нет отопления. Жительница подавала два раза заявки 24 сентября и 28 сентября повторную. В результате аварийная служба по телефону удивляется, но отопление не появилось. Что делать дальше? Это вот вопрос, к кому получается улица Турку? Теплосеть. Теплосеть. Дмитрий Николаевич, ответьте, пожалуйста, вот по этому дому что там предполагалось, что-то делается? И от чего вообще, вот из-за чего может возникать? Ну, на сетях, на наших сетях повреждений нет. Работы мы не производим, поэтому, к сожалению, данным адресом нужно просто разобраться, что там происходит. Если такой продолжительный период, нет отопления, значит, завтра туда направим контролера и будем разбираться совместно с управляющей компанией, что непосредственно на доме. Спасибо большое. Вот интересующий, я заметила, вы тоже, да? Да, да, я записал этот адрес, и мы в течение часа направим туда аварийную службу, сейчас разберемся. Учение – важная часть работы энергетиков, позволяет скорректировать действия всех служб и в кратчайшие сроки устранить последствия прорыва труб. И за учениями всегда с интересом наблюдают журналисты. Так, в курортном районе теплоэнергетики ликвидировали условно аварию. Как это было, расскажет моя коллега Татьяна Важенова. Минус 26 градусов, прорыв теплосети и снижение давления в котельной. В таких условиях вынуждены трудиться аварийные бригады. К счастью, ранней осенью это просто легенда учений, а не реальные обстоятельства. Коммунальщики отрабатывают порядок действий при серьезной аварии. Без тепла остались пять жилых домов и три нежилых объекта. Сограждения выставлены, приступаем к отключению. По легенде учений на пульт дежурного поступает сообщение о дефекте на теплосети. На место оперативно выезжает бригада «Петербург Теплоэнерго». Рабочие получают разрешение на земляные работы и раскапывают трубу диаметром 200 мм. Дальше приступают к сварке. Но на улице крепкий мороз. Без тепла остались более 700 человек. Чтобы быстрее ликвидировать вытекание, привлекают не одну, а две сварочные бригады. Они справятся за четыре часа. По устранению дефекта на тепловой сети было выполнено гидравлическое испытание. И теплоноситель запитан в прямом трубопроводе и поставлена под циркуляцию тепловая сеть. Неожиданно возникает вторая проблема. На газопроводе в котельной падает давление. Бригада «Петербург Газа» приезжает устранять неполадку. Перекрывает задвижку. Нагревание воды переводят на дизельное топливо. Диспетчер «Петербург Цеплоэнерго» передал информацию диспетчеру «Петербург Газа». Все уже в свою очередь устранили аварию на своих сетях. После восстановления газоснабжения котлы были переведены на работу от основного топлива. К подобным ситуациям все службы готовы, отметили представители районной администрации в финале учений. Таких аварий здесь еще не случалось. Все благодаря обновленным сетям. К 2012 году была проведена массовая реконструкция теплосетей в районе. Она длилась 5-6 лет. Соответственно, из двухконтурной системы у нас стало четырехконтурная, что позволяет в случае прорыва сети не отключать жилые дома, а опускать по резервной сети. Тепло в дома уже поступило, говорят в администрации. Всего в курортном районе отапливают 844 дома. Татьяна Баженова, Дмитрий Гринчак, Александр Семенов, Телеканал, Санкт-Петербург. Игорь Михайлович, скажите, пожалуйста, вопрос с учениями закрыт или они на протяжении всего года происходят все-таки? Основная масса тренировок, как мы их называем, учений, она происходит в межотопительный период. И в течение отопительного сезона, особенно в начале, вот у нас по плану было проведено 19 тренировок в ГУПТЭКе. Все они в полном объеме проведены, кроме своих тренировок. Мы к своим привлекаем тоже также и жилищные компании, и потребители, и школы, и ответственных за тепловые хозяйства. И лечебных учреждений, ну всех фактически администрации активно участвуют. Мы еще и в тренировках и у жилищников участвуем, и в администрации, которые они сами организуют, они всегда нас привлекают. Тут же Петербургаз проводит свои тренировки. Мы, в общем-то, вот... Это вот нужно, чтобы скоординировать действия всех служб, получается, да? Уже когда не тренировка, а когда идет ликвидация последствий реальной аварии. Благоустройством территории кто занимается после? Потому что там же приходится... И даже и после ремонта в том числе. Благоустройством территории занимается та компания, которая производила земляные работы и ликвидировала повреждения на тепловой сети. То есть, если это владелец сетей ГУПТЭК или тепловая сеть, у них есть подрядные организации в договоре, которые специализированно этим занимаются. И восстанавливают благоустройство в первоначальном виде. А как долго, сколько времени уходит потом на благоустройство? Ну, аварийное разрешение ГАТИ дается на 4 дня. Вот в течение 4 дней мы устраняем повреждения и восстанавливаем благоустройство. Если мы этот срок нарушаем, то нам грозит штраф от 500 тысяч и выше. А, ничего себе! То есть полумиллиона штраф получается и выше. Дорогое удовольствие. То есть, ну, понятно теперь. Виктор Алексеевич, у меня к вам вопрос по поводу подготовки к зиме. У нас же такой климат, что и снег может и в конце сентября, или первые заморозки, правильно? Случалось такое, по крайней мере, я даже помню. С техникой все хорошо? Вот все смотры уже были, я так понимаю, последний смотр был как раз в конце сентября. Техники для уборки снега, очистки от наледей и так далее? Нет, немножко не так. Мы предварительные смотры провели и готовность нам районы, все районы города доложили о готовности. Но теперь мы в течение октября будем проводить линейки готовности, где уже будем конкретно осматривать с участием жилищного комитета, жилищной инспекции, непосредственно каждую единицу техники, каждого кровельщика, каждого сантехника и так далее, и так далее, дворника и так далее. Мы будем в каждый район выезжать и проверять это. И вот в течение месяца у нас расписано по плану и будет проведена такая работа. А дворников хватает, вот именно ручного труда людей? Ну, к сожалению, с учетом пандемии и трудностями с приездом эмигрантов, сегодня есть вопрос укомплектования дворников. Поэтому у нас сегодня планируется выход в зимний период порядка 7 тысяч дворников. И мы сейчас проводим работу предварительно с клининговыми компаниями, проговариваем предварительные договора. Если вдруг какие-то будут наступать такие аномальные снегопады, то в этом случае мы будем привлекать как кровельщиков, к очистке кровель от снега, так и дворников дополнительно к тому количеству, которое я сказал. Виктор Алексеевич, что еще осложняет уборку дворов от снега? Я так понимаю, вот припаркованы автомобили, да, которые желательно убрать, когда идет уборка снега? Да. Сегодня правительством города ведется большая работа. Уже есть законодательство, которое планируем мы вместе с комитетом по благоустройству, с другими комитетами о том, чтобы, ну, как-то привлекать к ответственности те, кто не выполняет требования по парковке автотранспорта на дворовых территориях, чтобы можно было обеспечить уборку. Но самое главное, я хотел бы здесь обратиться к жителям Санкт-Петербурга. В основном они очень добросовестно относятся к этому требованию. Когда мы своевременно объявления на парадных вывешиваем, да, и жители видят, что вот ровно в такой-то час или в период двух-трих часов у нас просьба, мы стараемся это в выходные дни делать, значит, освободить территорию, дворовые территории. Они освобождают. И вот здесь хотелось бы обратиться к жителям. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Тогда для вас будет все убрано в своевременный срок. Предлагаю отправиться на Шлиссельбургский проспект вместе с Катериной Семиной. Это тоже один из адресов, который интересует телезрители. Здесь уже три недели идет замена подземной тепломагистрали. Ближайшие кварталы, это 30 тысяч человек, будет обслуживать наземная труба. Дублер. Когда закончится работа, узнаем из репортажа моей коллеги. Почти 4 километра. Именно такая протяженная сеть дублера, которую устанавливают в Невском районе. Временный трубопровод необходим для обеспечения теплом жителей, пока будет идти ремонт основной сети. Работы проводят за счет бюджетных инвестиций. В настоящее время осуществляется первый этап, а именно установка труб. Данный объект, это реконструкция распределительной сети Шлиссельбургская, от дома номер 1 до дома номер 31 по Шлиссельбургскому проспекту. Эта сеть сильно изношена, выработала нормативный срок службы. И для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей было принято решение включить ее в инвестиционную программу общества. В данном случае будет повышена надежность порядка 30 тысяч жителей Невского района. Теплосеть в своей работе активно использует современные технологии. Так, например, применят новые теплоизоляционные материалы, которые обеспечивают защиту самой трубы от внешней коррозии и грунтовых вод. Плюс это позволит снизить тепловые потери. После установки нового оборудования демонтируют временную сеть и благоустроят всю территорию. Завершить работы планируют к середине 2023 года. Катерина Семина, Сергей Друан, Дмитрий Палов, Петербург, город Решений. 50 минут, отведенные на программу «Петербург, город Решений» пролетели очень быстро. Все это время в студии с нами были председатель жилищного комитета Виктор Борщев. Спасибо, Виктор Алексеевич. Спасибо. Также главный инженер ГУПТЭК Игорь Стринатко. Игорь Михайлович, благодарю вас. И на постоянной связи со студией был заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту компании «Теплосеть Санкт-Петербурга». Я всех вас благодарю за участие. В завершение хочется пожелать тепла вашему дому, легкого сезона нашим энергетикам. Если вы видите испарение или вытекающее на поверхность воду, пожалуйста, не приближайтесь к месту аварии. Срочно сообщите о ней по телефону горячей линии. Оставайтесь на телеканале «Санкт-Петербург» и будьте в курсе событий. Санкт-Петербург